Тестирование отбросило российское образование. Назад уверен бангир Герман Греф. По его мнению, дети привыкают к тому, что их оценивают и, окончив школу, отказываются что-либо делать в других условиях. Это не значит отмена системы тестирования как таковой, потому что проверка знаний все равно нужна для самого ученика. Но она разворачивается в сторону ученика, он сам становится в первую очередь креатором и интересантом этого тестирования. И это тестирование происходит постоянно. Он освоил какую-то тему, он должен сдать тест. Самый известный на всю страну формат тестирования – единый госэкзамен. У него есть противники, мол, такой формат ученика не развивает. И сторонники в Министерстве образования. Там ЕГЭ считают панацеей. Сдавая единый государственный экзамен, 4 экзамена и планируя поступление в ВУЗ, ты четко понимаешь, что единый госэкзамен уже дает тебе право подувать документ в высшее учебное заведение. Но мы в свое время таким правом не пользовались. Мы сдавали и выпускные, и вступительные. В моих руках единый государственный экзамен по информатике. На мое удивление, здесь нет ни одного тестового задания, где нужно выбирать правильный ответ. Здесь либо считать, либо размышлять и уже потом вписывать нужный ответ. Когда училась я, большинство заданий единого госэкзамена было в тестовой форме. И нужно было выбирать правильный ответ, что называется, пальцем в небо. ЕГЭ почти 20 лет. За это время он модернизировался. Стало больше заданий, над которыми нужно думать, а не просто наугад ставить крестики. Учитель информатики Иван Гребенкин признает, экзамены и тестирования нужны, но готовить к ним эффективнее и творчески. А можно пойти по пути того, что интересно ребенку. Если ему нравится заниматься, условно говоря, балетом, ну давай мы что-нибудь запрограммируем, связанное с балетом. И в этом случае ребята с большим интересом начинают работать. А интересно лицо. На первый взгляд школьники просто рисуют, на деле программируют новые миры. Я запускаю программу, рыба начинает плыть куску мяса и в конце концов его съедает. То есть ты задала ей цель, правильно? Я задала ей цель, чтобы она съела этот кусок мяса. Чем помогает тебе эта программа в информатике? Эта программа помогает мне как раз таки изучать основы всего этого, чтобы уже в будущем научиться программировать на более сложных языках. Такой подход в будущем поможет ребенку справиться с экзаменами, затем заданиями вуза и даже работодателя. Возможно, это и есть тестирование, о котором говорил Герман Греф. Но пока вот таких форматов зависят лишь от желания учителя. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком.